Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание Великому Воскресенью, Вербному Воскресенью. Поговорим о том, что обязательно нужно сделать в этот день, как правильно подготовиться к началу Великого Праздника, который мы с вами встретим буквально через неделю. Также какое растение обязательно нужно посадить в этот день в своем доме, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. А также обязательно уделим внимание тому, что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды, неприятности, слезы и финансовые потери в свою жизнь. Итак, друзья, Вербное Воскресенье отмечают за 7 дней до главного праздника христиан. И Вербное Воскресенье – это важный день в жизни каждого верующего христианина. И он всегда отмечается на шестой неделе Великого Поста, за 7 дней до того, как наступит Воскресенье Христова. В этом 2023 году праздник Вербное Воскресенье приходится на 9 апреля. Вербное Воскресенье – это один из 12 главных православных праздников, которые следуют за Пасхой и Рождеством Христовым. События, которые отмечают во всем мире, называют в числе самых светлых и благодатных. Празднуют его ровно за неделю до Пасхи Христовой. И Вербное Воскресенье – все мы с вами считаем одним из самых светлых и радостных праздников. Его даже отмечают люди, далекие от религии. Вербное Воскресенье, которое также называют как вход Господень в Иерусалим, считается одним из 20-х праздников. И связан он с земной жизнью Иисуса Христа и Матери Божией. Также этот день еще называют как Пальмовое Воскресенье. В странах СНГ или бывшего СССР его называют Вербным Воскресеньем, которое посвящено прибытию Иисуса Христа в Иерусалим. Всевышний, который накануне воскресил Лазаря, житель Авифании, умершего за несколько дней до его приезда, въехал в город на Ослице. Народ встречал его ликованием и пальвами ветками, их бросали под ноги Иисусу Христу. Люди знали, что видят Мессию, чудесным образом воскресившего Лазаря, и верили, что святитель освободит их от гнета римлян. Конечно же, главным атрибутом этого праздника считаются веточки вербы, которые освящаются в храме. И данный ритуал можно назвать главной традицией праздника, а потому именно вокруг вербы сконцентрировалось множество народных примет на вербное воскресенье. Так считается, что освященная верба должна храниться в доме в вазочке без воды близ икон. Такая верба защищает дом от злых духов, от бед, болезней. Конечно, она должна простоять вплоть до следующего праздника, а она не увядает и даже не осыпается. Еще одна народная примета говорит нам, что если накануне праздника на вербе распустятся почки, то год будет богатым на урожай. Земля будет плодородная, а жизнь наполнится яркими и радостными событиями. В вербе, принесенные из храма, приписывают и целительные свойства. На вербное воскресенье, когда люди поздравляют друг друга, люди прикладывают к колбу близкого человека вербочку, чтобы в течение года они не болели и пребывали в здравии. Из вербы делали разные целебные отвары. Считалось, что если в таком отваре искупать младенца, то он будет расти здоровым и быстро развиваться. Почки вербы носили как талисман юноши, чтобы быть в хорошей физической форме, а девицы надевали такие талисманы для того, чтобы зачать дитя. Самая известная народная примета связана с тем, что если постучать по телу веточкой вербы, то будет здоровье целый год. И такое предпочтение отдаётся именно вербе, потому что это, пожалуй, самое живучее дерево, которое только есть в природе. А вот ещё одна интересная народная примета. Съешь почку вербы и решится важное дело. Отправляясь на важное дело, говорят, нужно оторвать от веточки три почки и съесть их, запивая свеченной водой, при этом думая о своём деле. Правда, пользоваться этим свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно вербу лучше не беспокоить, иначе может выйти боком. Ещё есть несколько народных примет на вербное воскресенье, которые связаны с погодными условиями. В какую сторону будет дуть ветер в праздник, такими будут предстоящие летние деньки. Если праздничное воскресенье выдалось тёплым и солнечным, значит, готовься собирать богатый урожай фруктов. Если же вербное воскресенье выдалось морозным, то яровые хлеба хороши будут. Также именно верба олицетворяет приветствие Иисуса Христа, так как когда он в этот день въехал во врата Иерусалима, его встретили взмахом пальмовой ветки. Так было принято встречать царей и победителей. Поскольку на землях славян не растёт это экзотическое дерево, пальмовые ветки были заменены на веточки вербы. Не всегда и не у всех, конечно же, есть возможность в день вербного воскресенья или накануне посетить храм, чтобы осветить вербу. В подобных ситуациях это можно сделать и дома. Здесь нужна будет только крещенская вода и несколько веточек этого нежного растения. Что мы делаем? Вербу нужно трижды будет окропить крестообразными движениями, при этом читая специальную молитву. Друзья, эту специальную молитву мы оставим в описании к этому видео. И вы можете осветить это прекрасное растение именно в вербное воскресенье 9 апреля. Поэтому обратите внимание и проведите, если вы в этот день не планируете посетить церковь или храм. Все, конечно, понимают, что в этот день нужно сходить в храм, но кроме этого, также нужно принести с собой веточку вербы. В конце богослужения ее освятят священники, и после этого ведьм нужно принести домой и поставить возле икон. Говорят, что это будет защищать не только дом, но и всех, кто в нем живет. Поэтому нужно обязательно помолиться не только в церкви, но и перед сном, попросить у Бога благословения и здоровья своим близким. Вы знаете, верба считается целебной в этот день, поэтому люди легонечко бьют веточками своих близких, детей, друзей и домашний скот, чтобы они ни в коем случае не болели. А если все-таки нужно обязательно в этот день выгнать скот на пастбище, то только веточкой вербы. Также в народе рекомендуется посадить цветок в вербное воскресенье или хотя бы пересадить что-то. Считается, что это начнет приносить большие деньги, но за ним нужно будет тщательно ухаживать, ведь если он завянет, то это сулит огромные денежные потери. Также в вербное воскресенье нужно расчесывать волосы, приговаривая следующие слова. Вода, иди в землю вместе с головной болью. Затем расческу положить в воду и ей полить иву. Почки вербы в этот день считались очень полезными. Мужчины их носили, чтобы получить юношескую силу, а девушку, чтобы они помогли им зачать ребенка. Утром воскресенья нужно бить в стену колышек из ивы, чтобы избавить человека от страхов и подарить решительность. Чего же нельзя делать в вербное воскресенье? В вербное воскресенье не очень много запретов, но все они достаточно важны, поэтому нужно стараться придерживаться всего. Самый важный запрет, конечно же, касается всех тех же веточек вербы. Обычно люди обрезают их на рассвете накануне, в субботу, которую мы знаем, как называется Лазарева суббота. Но ни в коем случае нельзя обрезать их с деревьев, которые находятся у кладбища или в которых есть дупла. Так же, как и в любой другой религиозный праздник, вербное воскресенье нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом. Несмотря на то, что это большой праздник, пить алкоголь или очень весело и шумно праздновать его тоже запрещено. Вербное воскресенье – это все-таки больше семейное торжество, а значит, встречать его надо в кругу самых близких за скромно накрытым столом. Конечно же, есть и хорошая новость для ленивых. Категорически сегодня нельзя работать. Но из-за этого все хозяйки работают вдвое больше за несколько дней до этого, чтобы завершить все дела по дому и приготовить нужную еду. Ведь встречать такое торжество в грязном доме нельзя. Еда, к слову, должна быть скоромной. Можно съесть лишь немножечко рыбы, использовать растительное масло и позволить себе немного красного вина. Вместо работы по дому людям советуют заняться делами душевными, помолиться, подумать о себе, о своих близких, привести свое моральное состояние в полный порядок. В Вербное воскресенье нельзя готовить горячую пищу. Нужно питаться скромно и тем, что было приготовлено за день до этого. Есть еще довольно странный, но интересный запрет. Считается, что Вербное воскресенье нельзя красить и мыть волосы. Так можно назвать на себя большую беду и даже страшные болезни. По поводу работы мы уже сказали, но есть еще более конкретные запреты на этот день. Нельзя шить, вязать, вышивать, колоть дрова, стирать или заниматься уборкой дома. Все это надо сделать до праздника или же подождать до следующего дня. Священники и глубоко верующие люди говорят, что в этот день лучше не пользоваться компьютером и телевизором. Все, что связано с огородом или же садом, нужно отложить на несколько дней. Разве что можно вставить веточку освященной вербы в землю, где вы будете садить что-то. Говорят, что это поможет получить очень хороший и большой урожай. В народе говорят, что в Вербное воскресенье нельзя проводить поминальные обеды. Хотя на самом деле все священники сходятся на том, что это не так и подобного запрета не существует. Но все же говорят, что лучше перенести это мероприятие. Любые события, которые могут принести плохое настроение или способные омрачить это торжество, лучше перенести на другой день. Именно поэтому в народе и появился запрет на посещение кладбища в этот день. Лучше сходить туда заранее или же просто помолиться в церкви и поставить свечу. Есть еще один достаточно противоречивый запрет. В некоторых его версиях запрещено выгонять скот на улицу в этот день, а в некоторых лишь птицу. Объясняется это тем, что нечисть или ведьмы могут испортить в этот день животных. Ну и как мы в начале видео сказали, сегодня очень важно, если вы хотите в свой дом привлечь достаток, изобилие, благополучие, обязательно нужно посадить растение. И посадите комнатное растение именно 9 апреля. В любое время главное, чтобы вы в этот момент находились в хорошем настроении, вас ничего не омрачало. И тогда считается, что весь год вы пробудете в изобилии и достатке. Дело в том, что раньше наши предки считали, что если в этот день посадить комнатное растение, то оно привлечет в вашу жизнь деньги. Но у этой народной приметы есть несколько особенностей, о которых, к сожалению, мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листьями. Кстати говоря, одно из них, таких растений, сейчас называют денежным деревом. Для того, чтобы оно не завяло и росло хорошо, нужно знать специальные правила его посадки и ухода за ним. Кстати, замечено, что в том доме, где денежное дерево хорошо растет, и посажено именно вербное воскресенье, всегда будет достаток в доме и никогда не будет недостатка в деньгах. А если вас замучила бессонница, то обязательно поставьте веточку вербы у изголовья кровати и перед сном, глядя на нее, проговаривайте следующие слова. Святые ангелы, сон мой, берегите. Святая верба, нежить отгоняй. Хотим с вами еще поделиться об одном ритуале, который поможет вам привлечь изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Вам нужно взять несколько монет и положить их в емкость с чистой водой и оставить хотя бы на час. Затем нужно опустить в воду кончики пальцев и сказать следующие слова. В море много воды, денег много у меня. Вода в море не закончится и деньги у меня никогда не переведутся. Эти слова следует произнести три раза, после чего нужно вынуть монетки и положить их в кошелек, а воду вылить за окно, именно за окно. И согласно народным приметам, на вербное воскресенье, как все, что касается денег, после этого начнут у вас сводиться и приумножаться. Также считается, что в этот праздник не следует отдавать старые долги. Это нужно сделать накануне или позже, иначе удача в финансовых делах может надолго вас покинуть. Друзья, надеемся, наше видео поможет вам хорошо встретить этот праздник, праздник вербное воскресенье или вход Господнем в Иерусалим. Постарайтесь все-таки подготовиться к нему заранее, чтобы он для вас действительно стал светлым и радостным. Мы всех поздравляем с вербным воскресеньем, желаем всем мира, любви, гармонии, благополучия, достатка. Пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее, все только хорошее. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.